Так, всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И пока паникеры продают и ждут цен еще ниже, я вам хочу напомнить, что у нас с вами первая месячная зеленая точка на сайфере, ребята. Это не может не радовать, это очень крутое событие. На зеленой точке, опять же, на месячном сайфере у нас такое было всего три раза за всю историю. То есть первый месяц, вот этот январь, закрылся оч по быче, посмотрите. Это при том, что мы еще расти толком не начинали. У нас это было вот здесь, ну вот здесь, вы скажете, у нас было три точки гриня, и после этого при пампа был еще дамп. И да, в моменте, это может сейчас не видно, но в моменте-то он был такой, достаточно существенный, процентов на 30 с чем-то. Но тем не менее, мы после этого все равно очень сильно выросли. И сейчас, похоже, что мы снова нащупали дно рынка, ребята, и собираемся наверх. Но насколько сильно и быстро, давайте обсудим, поймем, какие есть еще у нас знаки и чего стоит ожидать. Поэтому, если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, и мы начинаем. Итак, давайте взглянем еще раз на картину в логарифмическом масштабе. Ну, вы скажете, гринь, смотри, мы первый раз в жизни пробили сетку EMA Ribbon и тестируем ее сейчас как сопротивление. То есть первый раз мы ее не удержали. Посмотрите, здесь удерживали, здесь удерживали. То есть это технически медвежий знак, что мы можем уйти в более глубокую коррекцию. И да, и нет, ребят. Посмотрите, если вы помните, мы по уровням Fibonacci также здесь не удержали 78-ю Fibonacci. Видите, пробили ее вот здесь. И было много паники в связи с этим, потому что вроде как этот уровень должен был быть удержан. И, кстати, посмотрите, где сейчас сопротивление выступает. На месячном таймфрейме 68-я Fibonacci, ближайшая точно там же, где в верхней границе сетки EMA Ribbon. То есть зона 29 тысяч долларов примерно, 29-200. Вот это зона потенциальных тейк-профитов или какого-то вообще сопротивления, может быть. Но, тем не менее, мы не удержали 78-ю Fibonacci. Но если мы копаем глубже и смотрим капитализацию всего крипторынка, то здесь по Total мы как раз уже удерживаем Fibonacci. Посмотрите. А Total 2, то есть капитализация без биткоина, только альткоинов. Мы здесь вообще идеально удерживаем 78-ю Fibonacci. И сетку EMA Ribbon тоже, посмотрите. А Total 3, капитализация без эфира. Мы вообще идеально удерживаем сетку месячную EMA Ribbon. И здесь намечается зеленая точка. О чем это нам говорит? О том, что ликвидность сейчас в альткоинах. Но, как ни парадоксально, альтсезона мы не видим. Это потому, что эти метрики учитывают стейблкоины. Поэтому сейчас вся ликвидность, конечно же, в стейблкоинах. Которые, что? Конечно же, перетекают в биткоин и в эфириум и в другие альткоины по таким хорошим ценам. Поэтому вся ликвидность сейчас в стейблах. И мы ждем глобальный разворот. Потому что, друзья, хешрейт биткоина штурмует all-time high. Очередной исторический максимум взят. 300 квадриллионов или, я не знаю, как это, квантиллионов по-русски. Короче, по хешрейту биткоина медвежий рынок закончился еще вот здесь. В июне 21-го. Поэтому цена просто очень скоро обязана скоррелировать с хешрейтом. Потом, опять же, посмотрите, как мы видим из этой диаграммы. Все четырехлетние циклы биткоина делятся на три части. Это халвинги, all-time high и дно рынка. И сейчас, посмотрите, где мы. Мы оттолкнулись от дна рынка. И идем к халвингу. И рост, если мы посмотрим, всегда начинался чуть до халвинга. Поэтому, ребят, сейчас, конечно же, нужно накапливать, накапливать, еще раз накапливать BTC и те альткоины, о которых вы мечтали. Я вам еще раз говорю, вот те ребята, кто здесь залетал на хаях и звонили, спрашивали, как купить крипту, они ждали, они говорили, скажи, когда будет по 30. Они сейчас по 15, по 20 не покупают, потому что они считают, что это скам. Понимаете, что происходит? Поэтому, что касается моих прогнозов, моих ожиданий, ну, как минимум, локальный отскок куда-то выше этой сетки AMA Ribbon напрашивается. То есть, тысяч на 30 с чем-то долларов. И потом, какая-то уже там реакция от уровня и, возможно, продолжение роста. На недельке, вон, мы уже тестируем сейчас AMA Ribbon потенциально как сопротивление. Но я вам напоминаю, что у нас средние значения по биткою, это вот, примерно, еще раз вам говорю, 30 тысяч долларов. И то, это, на самом деле, правильно рисовать, как восходящий канал с диапазоном 30-50 тысяч долларов. Куда-то туда, я думаю, что мы увидим биток в ближайшее время в качестве возврата к средним значениям. И что там будет с альткоинами, даже страшно представить. Напоминаю вам, что на бирже BitGet сейчас идет вторая часть турнира, ссылку на которую вы найдете в описании. Регистрируйтесь по ней, добавляйтесь к нам в наши состязания. Вот такие вот призы, они тоже увеличиваются. Немного народу торгуют, высокий шанс на победу. Торгуете, как обычно, в своих фьючерсных парах. Я что сделал? Я дисклеймер, не финансовый совет, конечно же. Но я удвоил свои позиции вчера, потому что почувствовал, что будет пробой. Может быть, конечно, с заколом, типа Барта Симпсона, вот таким, как я рисовал. Но, может быть, и без него. И, в принципе, приоритет наверх. Поэтому я удвоился. Стою, жду, профит. Пока по TRDR локально ничего не сигналит. Как вы помните, я вам показывал, что вот здесь он выдает хорошие сигналы по экстремумам. Пока ничего нету, поэтому приоритет лонговый. Стоим по тренду, не дергаемся. Всем хочу сказать большое спасибо, кто подписывается на канал, ставит лайк, потому что вы реально продвигаете эти видео, эти стримы. Как только мы пробьем 100 тысяч подписчиков, у нас будет очень крутой масштабный розыгрыш. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Вот интересная мысль от TechDev. Вот, что биткоин, похоже, следует за графиком золота к DXY, золота к индексу доллара. Посмотрите, похожий действительно паттерн. И если биткоин сейчас пробивается, то он летит просто вот к этому уровню магнитов 50 тысяч долларов. И это еще раз вам подтверждает то, о чем я вам говорю, ребят. Что действительно туда просто цену сейчас как магнитом на эту трендовую затащат. И все это очень прекрасно соотносится с тем, что мы видим по приборной панели Into the Cryptoverse, которую я приобрел себе у Бенджамина Ковена. Замечательный ресурс, кстати, всем рекомендую. Посмотрите, у нас средняя недооценка по тренду 45%. То есть мы недооценены по CoinMarketCap капитализация в 1 триллион. Недооценена к средней трендовой капитализации, которая должна составлять уже практически 2 триллиона. Ну, 1,9. Вот, соответственно, текущий риск очень низкий. И все спидометры зеленые, как вы видите. То есть когда, если не сейчас, ребята, действовать нужно сейчас. Right here and right fucking now. Накапливайте BTC на холодный кошелек. По поводу альтсезона. Эфир BTC еще, конечно же, тревожный звоночек. Я не могу вам не сказать. Да, понятно, что To The Moon. Да, там МакДи развернулось, все бычье. Но на сайфере, на месячном сайфере присутствует красная точка. И вот такая двойная вершина по эфиру к битку. Поэтому сейчас смотрим. У нас эфир к битку пребывает в гигантском, вообще в самом своем большом, в единственном, в принципе, треугольнике за всю свою историю. О чем мы, кстати, писали сегодня у нас в Телеграме. Поэтому обязательно проверьте подписку именно на наш официальный Телеграм. Что очень много скамеров развелось, ребят. Официальные Телеграмы, вы их видите на экране. Не переводите деньги мошенникам. Мы никогда не просим у вас никаких денег. Ни на что. Никакой арбитраж, ничего. Мы писали о том, что как только этот эфир пробьется, собственно, это будет либо масштабный альт-сезон, либо масштабный бит-сезон, если он пробьется вниз. Поэтому смотрим за эфиром к битку. Красная точка, не мог вам не сказать. Месячный таймфрейм. Как минимум с ним стоит считаться. Но, тем не менее, мы пока удерживаем в порядке вещей сетку EMA Ribbon. То есть, рано паниковать. Эта точка может все еще снивелироваться зеленой. И мы полетим наверх. Вот. Поэтому помните, друзья, что мы удержали глобально 78-му эфибу, как я вам показал. Не по битку, а по тоталу. Ликвидность переливали сильнее в стейблы, поэтому мы увидели прокол уровня. Но, тем не менее, это больше всего похоже на ложный закол. Помните, что у нас P-cycle bottom отсигналил вот здесь. А он написан по двум предыдущим днам. И поставил достаточно точно эту отметку. То есть, 20 тысяч все еще это дно потенциально. С ложным заколом на 16, куда мы сходили. Помните, что хэш-риббенс на недельке загорелся сигналом buy. Короче, у нас все просто орет, что это long, ребята. И такие возможности бывают реально раз даже не в год. Раз в два года. Раз в три года. Но, дисклеймер, не финансовый совет. Все может быть. Все ссылки в описании. Накапливайте крипту на холодные кошельки. Торгуйте аккуратно на биржах. Вступайте в наше состязание на BitGet по ссылке. В телегу, чтобы не пропускать срочные важные алерты. Ну и держите профит крепче. Терпите прибыль. Давайте ей течь. С вами был Гринч. Это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. Ставите лайки. Всем профитролей. И скоро увидимся. Пока.